Дорогой друг, возможно, в твоей семье ни один день не обходится без ссор. Может, ты уже давно не общался со своей женой или мужем, или вы уже на грани развода. Демоны и бесы пытаются украсть мир из твоей души, но Бог хочет исцелить тебя. Я хочу представить историю одной женщины, которая решила бороться за свое счастье. Мои отношения с мужем, они не складывались. Ну, это, конечно, и раньше вот так вот способствовало тому, что он стал выпивать, потом у него пришло к тому, что он стал в зависимости, в алкогольной зависимости. Он пил, он обижал нас, и мы дома не ночевали. Я чувствовала обиду, отверженность, одиночество. Мы три года с моим мужем не общались вообще. Мне вообще не хотелось говорить о том, что о нем вообще ничего не хотелось говорить. Это не в плане того, что он какой-то неправильный или не такой. Вообще вот просто, что мы просто не смогли выстроить нормальную семью и нормальные отношения друг с другом. Очень много плакала. Очень. И вообще мне казалось, что, ну, как если говорили, я видела счастливых людей, то, ну, мне казалось, ну, вот они счастливчики. А у меня совсем по-другому. Совсем все не так. Жертва, да, благоволение – это то, допустим, что ты не заслуживаешь, но ты это имеешь. Меня зовут Наталья, и я в миссии с 18-го года. Принести эту жертву было вот в то внутреннее мое состояние, чтобы вот не было вот боли от того прошлого, что у меня вот было. И мои отношения в семье, они изменились. Я хотела бы уж его участия, потому что те попытки, которые я предпринимала, они были безрезультатными. Хотела принести жертву в тысячу всесожжений. Как Соломон принес тысячу всесожжений, так вот и мне хотелось вот принести эту жертву. Мы строим жертвенник. И я хочу тебе сказать, тысячу всесожжений – это серьезная жертва. Кому-то сегодня Господь должен указывать на то, что с тобой должно происходить. Вот что ты должен сделать для него. Я верю, я сейчас хочу помолиться за тебя, чтобы Дух Святой указал тебя на ту жертву, которую ты должен привести. Указал тебе, где может взять тебе эту тысячу всесожжений. Помог тебе, чтобы Дух Святой действовал в тебе. Я хочу вам сказать, друзья, мы можем найти сегодня тысячу долларов без проблем. Знаете что, если будет дело касаться, какая-то болезнь, она будет атаковать тело нашего ребенка или нас самих, и будет на кону стоять наша жизнь, мы найдем тысячу долларов. Если будет какой-то суд, какая-то неприятность, мы найдем тысячу долларов. Если вдруг разобьется машина, если что-то нужно будет тысячу долларов, если нам предложат что-то дорогое за тысячу долларов, что стоит сто тысяч долларов, мы найдем. Но мы бывает, знаете что, для жертвы Богу, говорим, невозможно найти, невозможно. Этим мы показываем, что мы ставим утрату выше Бога. Мы ставим болезнь выше Бога. Мы ставим неприятность выше Бога. Мы ставим тюрьму выше Бога, больницу выше Бога. Мы ставим всякого рода зло выше Бога. Но что в первую очередь, для чего ты найдешь деньги, то и есть твой Бог. И когда ты демонстрируешь сегодня, что Бог для тебя самый важный, когда ты говоришь, я сделаю то, что может для меня невозможно. И в эти дни решается твоя судьба, ты вершитель своей судьбы, ты, помни, я говорил это. Ты сам, Бог говорит, какой меры отмеряешь, какой тебе отмерено будет, ты отмеряешь. Но говорится, что жертву, которую мы приносим, она должна приобрести нам благоволение. Самый лучший путь это сделать, это просто принять слово. Это просто получить слово от Духа Святого, это принять слово, которое звучит. Это просто двинуться в слове, помазание двинуться и сделать то, что кажется невозможным, поставить Бога выше всего. Я выходила, молилась, уединялась для молитвы, для разговора с Духом Святым, для того, чтобы вот, ну, Боже, у тебя семя, сеющему, да, вот, и ты знаешь, где, где это же, скажи мне, вот, как, как я могу извлечь эту жертву, принести. Я ожидала ответа от Бога, у меня была старшая ответственная, она подошла мне и говорит, что у тебя с жертвой. Я говорю, ну, вот, на пути. Говорит, ты знаешь, я как получила ответ, то, как придет к тебе твоя жертва, что она дома. И я поняла, мне надо было продать недвижимость. Я тогда целую ночь вот молилась, я не могла уснуть, я вот размышляла, говорила вот с Богом, Боже, если ты усматриваешь это от тебя, вот именно так, вот и все, вот, ну, как бы дай мне в этом подтверждение. И если до этого у меня вот был такое какое-то внутреннее давление, и когда я ощутила тут внутренний мир, я поняла, что это так. Мне было тяжело в плане того, что, опять-таки, я не хотела видеть мужа, надо было, ну, как бы встретиться. Это было, ну, сильным таким этим, что, ну, можно как-то это обойти. Но еще один момент в том, что дети взрослые, и что касается, как бы, денег, вот, то, чтобы это не повлияло на наши дальнейшие отношения. Вот, то я, ну, тоже так вот просила Бога, что, Боже, пожалуйста, ну, пусть это все будет, ну, как-то вот протекать таким вот мирным путем. Я продала недвижимость, сразу нашелся покупатель, и я ее быстро очень продала. В кратчайший срок. Вот когда я уже принесла жертву своего тельца, я понимала, что моя жизнь изменится. После того, как я принесла жертву, у меня изменились отношения с мужем. Мы стали общаться. Я обрела свободу в том, что разрушилось родовое проклятие одиночества, отверженности. Я совсем другими глазами стала смотреть на моих близких, на наши отношения. Когда ты получаешь свободу, то, естественно, это вот мир, сердце, радость. Ты совсем по-другому смотришь на жизнь. Да, я вошла в свое призвание, и это здорово. Я служу в партнерском департаменте. Я счастливый человек. И действительно, вот те слова Божьи, да, что вместо унылого духа Бог дает вот этот дух радости. Потому что, ну, источник всего настоящего – это Бог. Что Бог любит, я принимаю Его любовь. Духом Святым Он изливает ее в мое сердце. И помогать людям не сдаваться в тех кризисах, в таких тяжелых моментах, ну, что это не приговор, ну, что Бог – это ответ. Дело, Он приносит вот такую безысходность, тупик. А Бог говорит о том, что Он ответ и дверь. Я желаю вам принести свою жертву. И вот войти в это Божье благоволение с благодарным сердцем. На то, чтобы Бог, сам Бог менял нашу жизнь, ну, каждого из вас. И жизни тех людей, которые рядом с вами, близких ваших. Я благодарю Бога за апостола и пастора Виточку, за то, что я в Мессии. Это действительно счастливое время. Дорогой друг, если у тебя есть какая-то нужда или длительное время что-то не решается в твоей жизни, принеси жертву, испытай Бога. Чтобы сам Бог вот просто вот вступился и сделал из невозможного, сделал возможное. Моя история тому доказательство, что жертва, она несет в тебе счастливые, настоящие перемены в жизнь человека. Бог меняет мою жизнь и жизнь моих домашних. Я постоянно улыбаюсь и вообще я счастливый человек. Дорогой телезритель, возможно, ты болен, и врачи не могут тебе ничем помочь. Твоя семейная сфера разрушена, или ты весь погряз в долгах. Сегодня Бог призывает тебя принести жертву благодарения. Это жертва, после которой Бог изменит твои обстоятельства. Будь послушен Богу, и ты удивишься, как Бог изменит всю твою жизнь. Тысячи людей сегодня свидетельствуют о великих чудесах после того, как они принесли жертву. Ответь на Божий призыв, и ты увидишь, как Бог изменит твою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok